Привет, ребята! Меня зовут Антон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Adventures of Jerry. Это аркада, представляющая из себя модификацию к Майнкрафту. Да, именно к Майнкрафту. Я считаю, что очень удачные разработчики подошли к разработке данного проекта. Получилось всё достаточно весело, достаточно интересно. Вот, а главное, позитивно. Игра позитивная. Да, да, сказал я и улетел в пропасть, но... Так, так, можно здесь так в Турашем попробовать поиграть. Во, мы попадаем в пещеру, просто двигаемся дальше. Наша задача двигаться дальше, и всё, и всё. То есть мы перепрыгиваем через кактусы, через речки, и тупо исследуем мир. Казалось бы, в этой игре нету ничего такого особенно зацепляющего, да? Зацепляющего, что я сказал. В этой игре нет ничего особенно такого захватывающего. И наш вот этот слизень, я не знаю, или Супер Мид Бой может вот так вот кататься, я не знаю, как блин. Вот. И музыка мне здесь очень напоминает саундтрек к игре Хорона Трайгер. Я не знаю почему, вот. Вообще даже не представляю. И уже не первый раз записываю данный ролик, потому что... Почему-то игра отказывается запускаться в полноэкранном режиме при записи. То есть, вроде играю нормально, да, на весь экран. А когда уже готова запись, да, включаю, а там игра в маленьком квадратике идёт. Это говорит о том, что у игрушки низкое разрешение достаточно. Но я надеюсь, что сейчас уже на этот раз более-менее будет нормально всё. И, собственно говоря, поэтому я так нормально играю. То есть, когда я проходил в предыдущий раз, ну, в предыдущей записи, было гораздо сложнее. Я всё время падал, я ругался. Вот. Говорю, какая-то медитативная игра, и после этого ругался. Такое тоже случается иногда. Особенно у лицплейщиков. И здесь нам лучше всего будет сразу проехаться, чтобы потом не начинать с контроля точки. Вот. То есть, стандартная манкрафтовская концепция, где она действительно работает. Вот. Играть интересно. И главное, всё очень просто сделано. Главное, только вовремя нажимать кнопочки. Всё. Больше от нас ничего не требуется. И вот я 11 минут играл, по-моему, или около того, и был вот на этом месте, да? А сейчас уже мы с вами буквально за 2 минуты уже дошли дальше гораздо. Немножечко отвлёкся. Понимаю, такое иногда случается, да? И я уже забыл, честно говоря, про что говорил. Ах, да. Я говорил про то, что игру называл медитативной, и после этого ругался на неё. Говорил, какая она сложная, какая она такая-сякая. Ну, в общем, всё как бы от меня зависит. Вот. То есть, я сам играл не очень хорошо у неё. А сейчас вот уже, когда, который раз перезаписываю, более-менее у меня получается нормально сыграть. Но у меня такое подозрение, что вот здесь дальше я уже не играл всё. Здесь я остановился. Что здесь вот там как-то в... Вот впритык нужно было сейчас попасть. Кстати, вот обманчиво, обманчиво игра простая, да? Или кажется простой. На самом деле, нифига она не простая. Да, вы это, наверное, уже сами поняли. Она хочет казаться простой. Но это правильное направление, потому что обычно, если игра хочет казаться серьёзной, она не серьёзная. Вот. А если игра хочет казаться простой, значит она... А, блин, я опять совершил одну и ту же ошибку. Значит, она на деле серьёзная будет, если она простая. Здесь тоже вроде бы управление четырёхкнопочное, элементарное, да? Но всё равно сложно играть. Я серьёзно, я не шучу. Придётся... Приходится выверять каждую кнопку. Особенно учитывая то, что всегда приходится начинать с контрольной точки. Что совсем не весело. Да. Ура. Ура. Ух ты. Ух ты. Прикольно, слушайте. Так, понятно. Плюм. Плюм. Ух ты, замечательно. Слушайте, мне нравится вот это вот. То, что какое-то разнообразие идёт. Понятно. Нам, то есть, как бы... Нам нужно вот так вот сплющиваться перед тем, как прыгать. О, как. Вот, слушайте, как. Аркада. Аркада, так, друзья. И аркада интересная. То есть, хоть где-то, хоть где-то для меня Майнкрафт принёс пользу. Что, несомненно, очень... Ой-ой-ой, несомненно, очень важно. Вот. И мне интересно. Мне интересно. Ну, что ж, друзья. Надеюсь, вам данный выпуск понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока.